и снова здравствуйте всем привет всех женщин поздравляю с 8 марта пусть все у вас будет хорошо все что вы желаете главное здоровье деньги деньги это вода сегодня есть завтра нет и переходим к теме именно отключение монетизации надо как все блогеры пустить слезу да похеру получается те кто конечно зарабатывал очень хорошо каждый месяц кто-то там ремонты делал там еще что-то давая какую-то информацию да он тратил время там все это дело понятно обидно да ну ладно так по моему каналу кто смотрит мой канал вы знаете что я никогда не прошу ни донат и ничего мне достаточно то что подписчики помогли мне выйти на монетизацию но монетизация у меня была два года и за два года я заработал 35 тысяч небольшая сумма я купил себе гитару спасибо вам за это и вот сейчас я на ней бренчу и если отключат интернет в принципе мне есть чем заниматься так что будет дальше говорят где-то в середине марта будет отключение интернета в россии полностью ну там все возможно наши конечно опровергнули мол не очкуйте пацаны такого не будет но если наши сказали не очкуйте значит очкуйте полностью возможно даже будет какая-то блокировка что-то оставят ну для того чтобы у вас есть ноутбуки компьютеры телефоны не выкидывать эту всю хрень так что теперь как судьба так сказать ляжет ну если все наладится то все будет хорошо и восстановится вся вот это у кого-то плюшка у кого-то занятие появится дальше снимать именно ролики я снимаю ролики не для того чтобы как сказать заработать а для того чтобы грубо сказать к пенсии у меня была какая-то информация по которой я смогу чем-то заниматься на пенсии допустим доделывать муфин робинзон круза я его все равно доделаю но если конечно не будет глобального какого-то катаклизма война и мир в хлам превратиться тартары короче но это все будет нормально короче пацаны кайфуем отдыхаем ищем информацию пробуем тренируемся на будущее если кому-то все равно наладится я не верю что если нам дали вот эту технологию и возьмут и заберут это происходило я уже давно еще года два назад говорил что все что вот сейчас дали по 3d это для того чтобы не делать институты не учить вас каких-то там отдельных так сказать классах да вот этому делу они в надежде тому что вы сами кто-то хорошо научиться кто-то попробует бросить и потом все это дело пойдет короче и вас привлекут и уже возможно будет новое какая-то я не знаю построение мира какого-то нового и будем делать так то же самое что делали раньше значит до потопа как говорят опять же в интернете и питер и многие города церкви этому доказательства что были большие технологии знания и тогда как итак давайте теперь пройдемся по прошлым роликом где пробовал вольта вот такой персонаж красавчик и совсем конечно многие кто занимаются 3d по ним ну как по моим моделям понимают что я не доделаю какие-то детали я много много раз об этом говорил что у меня нет цели сделать идеальную модель я могу конечно посидеть на одной модели месяц-два ну в принципе куда ее девать и вот я делаю простеньких таких персонажей конечно текстурками можно заняться сам сам пейн там еще где-то пока пойдет так база есть наработки есть это дело переделать под более качественное не составит труда так погнали что я хочу в этом ролике рассмотреть первое хочу рассмотреть как сделать из этого плаща тонкий плащ одной полигруппой погнали вот когда у вас все сделано ну это дело леплено нашли моделированные правильно и поэтому нее внутри вот дополнительная стенка идет там короче толщина там дофига какая и что делаем мы берем control открываем brush открываем автомаскинг находим автомаскинг находим бак face mask по просу роликом и метрю включаем и начинаем все это дело вот так вот маскировать так у меня мышка опять же все кто смотрит мой канал знают что у меня не планшета ноутбук хона и вот так вот на внутреннюю стенку не лезем где-то краю не подходим но желательно значит вот красить более менее так где-то в таком духе там потом можно будет поднатянуть нужно кисточку поменьше поставить и так рискануть прям раз и поближе по краю пройти вот так вот чуть-чуть убираем и пробуем чуть чуть поровнее сделать сильно не привязывайтесь вот к каким-то деталям да потому что когда будет за ремеш делаться все он выровнится вот эту полосу всякую там все это он наладит единство смотрите чтобы не было дырок значит дырок не должно быть под мышками и там вот на каких-то труднодоступных частях словом проверяйте так control z возврат control z вперед но это все по прошлым роликам так вот таким вот образом ролики продолжать буду снимать именно для того чтобы ну как сказать сейчас много информации стало сливаться возможно блокируют какие-то каналы удаляют или что или кто-то психанул и удалил канал ну тот у кого 30 тысяч подписчиков я сомневаюсь что он удалит он будет допустим сидеть и ждать решение вопроса вот этой всей ситуации ну а нам с вами по барабану что там происходит опять же повторюсь яндекс дзен и и значит ссылку оставлю в описании доходите там возможно если ютюб навернется информация я все за это время туда потихоньку скинул если там тоже что-то навернется я сейчас постараюсь конечно если успею ну рутью путь этот я попробовал но там сейчас регистрироваться нельзя там тоже все короче заблокировано все везде если пропадет будущем как-то мой канал и те кто меня вот вы знаете я под этим же значит канал будет называться также я не знаю на какой площадке будет все это дело опять же ну вы меня сможете найти надеюсь в ВК не навернут если что ну буду пытаться вам по скайпу как-то это делаем объяснять отдельно если кому-то уже ну прям нужен этот будет вопрос ну короче разберемся без паники это наш последний день на титанике так убираем дублирование в экстракте и делаем потонше вот этот экстракт но не до такой степени конечно чуть-чуть потоньше ждем смотрим вон пойдет ацепт нажимаем снимаем маску и что мы видим мы видим что там сзади вот этого всего хорошего там всего сзади говна тоже хватает ну хоть не так много но это дело мы сейчас уберем каким образом смотрите заходим в геометрии заходим в ZRMS и делаем прям ZRMS 1000 до 2 ну если получится у кого-то модель там 800 полигонов там можно сделать не суть вопроса просто ждем сейчас все это дело прогонит у нас по симметрии опять же когда вы делаете ZRMS у вас должна стоять X ч русская X клавиша включенная чтобы у вас была симметрия чтобы сетка делала симметрии но во как она и так получается все у нас сделано вот такая у нас сетка ну тут конечно косяки есть но это шрифтом можно дело отгадать сейчас все это дело восстановится нам нужно вот этот весь хлам и все что сопутствующая толщина убрать мы заходим в полигруппы и находим group visible жмем смотрим ничего не происходит значит group by normal и ctrl shift нажимаем на переднюю стенку заходим значит вы не подохрит немножко в модифайл 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 for pausing пардонте велхиден удаляем все что скрыто и чтобы ну если вам надо это все дело видеть то тогда дисплей пропилзы нажимаем дублировать теперь что нам нужно сделать зайти саптулы и Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D сочетание клавиш. Включить нижний саптул с текстурами. Заметьте, что у нижнего саптула у него толщина есть. У верхнего саптула толщины нет. Переключаемся на верхний саптул. Так, пардон, он у меня внизу был, я его вверх переведу. И теперь мы делаем, что делаем Projectile. Отключаем видимость нижнего саптула и вы видите, что у нас тонкий получился костюм. Его теперь можно использовать именно в симуляции в блендере. В блендере, костюм, который идет с толщиной, он не работает. у него там гон начинается. Так, что дальше? Все опять же по прошлым роликам. Заходим, значит, так, в the плагины, заходим UV Master, World on Gone, Unwrap, 1600 полигонов, все прогналось, все зашибись. Копи UVS и копируем текстуры. Теперь их, типа, приклеиваем, past UVS, заходим в текстуры map, находим крит from, так, new from polypaint, вот появляется наша развертка. Так, теперь нам нужно сделать нормал мап. Нормал мап это убираем на нижнюю, самую, дивайды на первый уровень и заходим в нормал мап. Крит, флип, все делаем. Батарея садится. Клон NM Появляется вот здесь, видите, так, норма вот эта вот наша. Мы заходим в текстуры и жмем Flip Flat. Для чего? Мы ее переворачиваем. Так, короче, если она смотрела вниз, мы ее переворачиваем, она смоет вверх, короче, ну, зеркален. Для чего? Чтобы в блендер все это дело нормально тут показывало. Так. Сохраняем. экспорт в текстуры, допустим, нажимаем PNG. Так. Экстракт 2.1 сохранить. Да, сохраняем. Я просто это уже делал и поэтому, видите, я переписываю все вот эти причиндалы. Так, теперь в текстуре клон TNC можно также сохранить нашу разверточку. Только без переворота развертка вот именно сохраняется нормально. Так, PNG. Так. Ну и теперь можно сохранить, значит, нашу модель. Сохраняем нашу модель. и получается, что у нас модель сохраняется автоматически с нормал и вот с этой разверткой. Так, еще что хотелось бы показать. Давайте выберем голову нашего персонажа. Вот она. Текстуру я отключу. И это, опять же, по прошлым роликам Ctrl маскируем нашего персонажа. Если вам нужна пустая модель, можно сделать вот здесь вычитание. Это для 3D принтера. Я тоже показывал. Ссылку оставлю в описании, как это делается. Ну, сейчас я сделаю вот таким вот образом. Значит, Ctrl Alt и вот это дело вот это дело мы просто очистим. Ну, это для того, чтобы вы увидели, какая будет толщина и какая сетка. Ну, и где-то подрисуем. Так, можно даже еще побольше где-то прибрать. Вот так. Поровнее, покрасивее. По шиздатей. Вот этот способ мне больше нравится именно как сказать делаем экстракт опять же без дублирования на низкой толщине. Делаем Ацепт. Ctrl снимаем. У нас получается вот такой вот персонаж. Тут есть, конечно, хлам. Вот этот. Но этот хлам мы можем замаскировать. Ctrl W назначить полигруппу и Ctrl Shift левая кнопка мыши на наш вот этот как его назвать значит на нашу шкулу и просто геометрию модифика пола же мира N2L. Так, она не уберется потому что у нас что у нас включено почему она не убирается в Dell Hidden а, нет Dell Hidden я делал мира пардонки. Так, смотрим видите, что внутренности у нас нету. Вот так. Теперь заходим опять же в Display Properties дублируем вот у нас видимость внутренней части теперь появилась следом мы делаем что опять же делаем геометрии так что мы делаем VMS опять же пониже ну опускайте именно до того уровня чтобы у вас уши там не разваливались конечно потом не получится делать низкополигональную сильно вот это вот со шкурой мне как-то я повторяюсь больше нравится вот эта штука тысяча полигонов и вы видите со шкурой красавчик да давайте его посмотрим сетку круги под глазами вот единственное что надо ртом кругов нет ну все это не проблема да но я думаю сетка хорошая ну за исключением это триангуляра или как квад но не так так ctrl d ctrl d и теперь что делаем включаем цвет на нижнего персонажа и на верхней переключаемся и делаем projectile да отключаем нижний сапту в геометре опускаемся на первый полигон 1616 красавчик согласитесь не 10 тысяч а 1615 и не надо ручками работать глазки напрягать ну с бровями да чуть проблема но дело то в чем когда вот так вот делается смотрите на первых уровнях мы же текстуру должны так развертку сделать правильно делаем word.clone умреп быстро видите быстро прогоняет тысячу за плагины копии рисуем применяем приклеиваем и теперь смотрите подключаем new from polypaint и теперь когда мы опускаем наши дивайды вот они высокополигональные низкополигональные вы видите что брови у нас ровненько после shader smooth у нас будет офигенный персонаж ну так же с телом можно его тоже так маскировать это вот нижняя часть не обязательно это вам показать что происходит именно после этого всего действия а он видите у него красненький это внутренний рот и рот будет закрываться все работать и персонаж 1615 полигонов без ручной ретопологии опять же по полигруппам давайте пройдемся так этого я так наверное я его сохраню все-таки надо тогда сделать нормал мап чтобы вам еще в блендер показать я сегодня немножко дольше посижу наверное ролик затяну так на первом полигонаже нормал мап чтобы с вами пообщаться клон txt так опять же текстуры flip v переворот экстракт экстракт 3.1 давайте png видите идет 2.1 2.2 3.1 прикольно ну а этот сохранится сам автоматически тут же вот если вам еще говорил за что то в геометре нужно дел хиден нажать чтобы сохранение произошло на тех дивайдах которые вот именно вы выбрали на втором на третьем на первом на пятом их надо удалять так и это тоже есть так значит удаляем куб это уже Blender 2.93 импортируем сюда общ находим Desktop Jedi и так вот у нас голова ну ничего неплохо выглядит голова заходим в Shader Smooth а Shading пардон находим текстура так image текстуры add конвертер а вектор Normal Map подключаем подключаемся к Normal Map находим Desktop Jedi 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 я по-моему не делал кстати не делал науково а вот он ну и тысячу где-то оставим так еще что можно сделать если сейчас мы вот эту штукенку удалим Grid переключимся значит на Cycles находим Shader Toon BDSF потом идет значит микшейдер как вы назвали ColorRamp ColorRamp подключаем ColorRamp подключаем вот сюда значит теперь MixShader надо найти MixShader нажимаем нажимаем у нас здесь мультиплей где где он где он мультиплей подключаем вот сюда к нему подключаем книзу значит текстуру ColorRamp формируем формируем вот это сюда уменьшаем меняем меняем местами здесь чуть побольше здесь чуть поменьше здесь тоже можно приближать удалять выбирать цвет допустим вот то есть тени тени цвет это вот здесь ставится оттенок больше меньше есть такое дело то есть остается 1450 включаем цветность лифт выбираем солнце семерка подгоняем значит нашу солнце сюда 0 на нампаде 6 F находим нашу голову вот такой прикольный вид вот можно тут еще настройка немножко побаловаться где-то допустим поставить чуть-чуть чуть-чуть побольше так здесь чуть-чуть поменьше смут поменьше сайс вот тень где падает больше меньше меньше вот такая есть еще штукенция под мульфильм можно такой типа аркейн вот не типа а вот эта штука типа 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 под аркейн так шейдер смут зубы вставить анимацию вообще будет бомба окружение добавить там будет свет тоже меняться будет хорошо ну и давайте закинем сюда импорт по-моему вот этот плащ наш вот он тоненький зашибись сглаживаем ну и на него так вот этот нормал нужно через другую штуку подключать добавлять еще какой-нибудь а вот есть нормал ну и нормал добавлено теперь это все мы копируем ctrl c убираем плащ и делаем ctrl b g отводим не нужная нафиг выбираем развертку плаща так вот эта штука работает только в cycle тум bfs как он называется тут тум bsdf он только на cycle будете искать на иве его нет бам вот на иве все обычно нафиг а и и и и и и и и и ну вот такая информация если кому-то понадобится всем пока до свидания